Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В пенсионной системе в этом году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех, и пенсионеров, и работодателей. В январе, как известно, завершилась доставка пенсионерами кути единовременной выплаты в размере 5000 рублей. А что нового ждать получателям пенсии в этом году, об этом мы будем говорить сегодня с управляющим отделением Пенсионного фонда России по республике Саха-Якутия Георгием Михайловичем Степановым. Здравствуйте, Георгий Михайлович. Добрый день. Самая актуальная тема на сегодня – это повышение пенсии и иных страховых выплат. Сначала поговорим о единовременной выплате в размере 5000 рублей. Многие до сих пор не совсем четко представляют. Это индексация пенсии за год прошедший или за 2017 год? Добрый день, уважаемые телезрители. Что касается по единовременным выплатам. Закон был принят в декабре и, как нам объясняли, в том числе руководители нашего государства в средствах массовой информации, эта единовременная выплата призвана в первую очередь компенсировать неполную индексацию, которую мы провели в феврале именно прошлого года, 2016 года. Телезрители, пенсионеры помнят, что в феврале, тоже ровно год назад, индексация была проведена всего на 4%, тогда как инфляция за 2015 год составила более 10%. И вот в декабре, в конце года, исходя из реалий бюджетного процесса государства, правительство приняло решение, вернее, Государственная дума приняла специальный федеральный закон, в соответствии с которым пенсионерам додали те суммы пенсии, которые не вошли, будем говорить, в индексацию 2016 года. Но из-за особенностей бюджетного устройства, деньги были выплачены в январе 2017 года. Поэтому вот эти единовременные выплаты 5000 не следует путать с теми мерами по повышению пенсий, которые нас ожидают в 2015 году. В 2017 году. В 2017 году, да, извините. Вот с 1 февраля мы завершили индексацию, уже сказали об этом, на 5,4% мы повысили все страховые пенсии. Я обращаю на это внимание наших телезрителей, потому что страховые пенсии у нас получают 213 тысяч пенсионеров, остальные получают другие виды пенсий. И что касается повышения, так же, как и в прошлом году, индексация проведена исключительно неработающим пенсионерам. Поэтому фактическую прибавку в феврале месяце к своей страховой пенсии получили неработающие пенсионеры, их 160 тысяч человек. Ну и надо еще раз четко сказать, что работающим пенсионерам пенсия повышена в этом году не будет. Пенсия работающим будет повышена только в августе месяце. И это мероприятие у нас называется «Корректировка страховой пенсии по итогам уплаты страховых взносов за предыдущий год». То есть на тот размер страховых взносов, которые работодатель уплатил за пенсионера, работающего в 2016 году, в августе мы произведем корректировку размера страховой пенсии. Это мы делаем уже давно, поэтому работающие пенсионеры уже знают, что с 1 августа у них будет очередное повышение. А вот повышение страховой части пенсии неработающим пенсионерам фактически в рублях примерно сколько составит? Мы сейчас подвели предварительные итоги, и среднее повышение составило около 540 рублей. Но я повторяюсь, это среднее, потому что увеличение происходит в зависимости от конкретного размера пенсии. А пенсии у нас есть разные. У нас, допустим, средний размер пенсии в Нижнеколымском районе, страховой пенсии по старости, составил почти 24 тысячи рублей. Ну, там самый высокий в Якутии у нас районный коэффициент. А средний размер страховой пенсии по всей республике у нас на 1 февраля с учетом февральской индексации составил 19 тысяч 50 рублей. Георгий Михайлович, а вот уходя на пенсию, человек тогда должен самостоятельно уведомить пенсионный фонд, что он уже является неработающим пенсионером? Да, вопрос очень правильный. С прошлого года, с апреля месяца, федеральным законом была введена новая отчетность для работодателей. Ежемесячная, она называется СЗВМ. Каждый месяц работодатель должен представлять в территориальные органы пенсионного фонда информацию о работающих у них пенсионеров. И, исходя из этого, осуществляется все пенсионное обеспечение. И в случае, когда пенсионер увольняется с работы, соответственно, на следующий месяц информация об этом попадает в территориальный орган пенсионного фонда. И еще через месяц, то есть на второй месяц после увольнения, пенсионер уже будет получать свою страховую пенсию уже со всеми положенными ему надбавками. То есть после факта увольнения у человека повышается размер его пенсии. То есть действительно все время тогда ответственности в этом случае ложится на работодателя? Безусловно. Поэтому работодатель здесь несет полную ответственность. И законом тоже на работодателя возложена административная ответственность в виде штрафа по 500 рублей за каждое непредставленное сведение. Если в предприятии работает тысяча человек, вы сами можете посчитать, какой штраф грозит этому предприятию. Поэтому работодатели, кадровые службы должны безукоснительно выполнять это требование пенсионного законодательства. Прежде всего потому, что это затрагивает напрямую интересы пенсионера, который у них работал или работает. Георгий Михайлович, еще вот по оформлению пенсии работающим пенсионерам. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Раньше гражданин сам собирал все документы, самостоятельно приходил в отделение пенсионного фонда и занимался назначением пенсии. Теперь это могут делать кадровые службы предприятия? Теперь это может делать предприятие, но в законе о страховых пенсиях говорится о праве предприятия, а не о его обязанности. Поэтому мы заключаем сейчас, стараемся в первую очередь с крупными работодателями соглашение, в соответствии с которым они из-за своего работника готовят его документы на установление пенсии и передают его нам, преимущественно используя электронные каналы связи. Ну, выгода здесь предприятия очевидна, как и предприятия, так и застрахованного. В первую очередь это мотивируется тем, что все необходимые персональные данные, документы находятся у работодателя. Трудовая книжка, все сведения, необходимые другие документы, часть находится у самого заявителя. И поэтому здесь выигрыши оказываются и работодатели, потому что человек не отлучается, не ходит в территориальные органы пенсионного фонда. Ну, и работодатель оказывает услугу, социальную, я бы сказал, услугу своим работникам. Это действительно очень удобно. Скажите, пожалуйста, какие еще изменения, вот я вначале сказала, что изменения коснутся как пенсионеров, так и работодателей. Вот, если взять работодателей, что тут меняется? Ну, в первую очередь надо сказать о том, что с 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. То есть сейчас все вопросы, связанные с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, равно как и в другие социальные внебюджетные фонды, решаются в налоговых органах. Деньги поступают в пенсионный фонд, как и раньше, но администратором этих доходов определены налоговые органы. Поэтому все работодатели, все индивидуальные предприниматели с 1 января уплачивают страховые взносы в налоговые органы по новым кодам бюджетной классификации. Поэтому здесь необходимо бухгалтерским службам, самим индивидуальным предпринимателям очень четко подойти к решению этих своих финансовых вопросов. Второй момент. Налоговые органы нам будут ежеквартально передавать все сведения по уплаченным страховым взносам. И мы также, как и раньше, будем их разносить по индивидуальным лицевым счетам всех застрахованных лиц. Потому что от передачи налоговой службе функций по администрированию страховых взносов их правовая природа не меняется. Они также остаются индивидуально возмездными платежами, которые формируют пенсионный капитал каждого застрахованного. Уже сейчас многие услуги пенсионного фонда граждане могут получить посредством интернета. Скажите, насколько активно восприняли якутяне вот это новшество? Вы знаете, очень активно, я бы сказал. Потому что эту работу мы начали только где-то в конце первой половины прошлого года. Буквально в мае, в июне мы подготовили нормативную базу. Мы взяли на себя функции удостоверяющего центра при регистрации в единой информационной государственной системе. И процесс пошел, как говорится. Уже за какие-то полгода больше половины всех обращений по вопросам установления и доставки пенсий к нам поступили через электронные сервисы. То есть буквально, как нам все время говорят, не вставая с дивана, пенсионеры отправляют нам заявление. Единственное для этого они должны иметь личный кабинет на портале государственных услуг. И вот эта регистрация, которую мы осуществляем, которую они могут пройти в нашем любом территориальном органе, открывает для них очень большие перспективы удаленного управления своими услугами, в которых они будут нуждаться. И консультации по пользованию вот этими услугами они тоже могут получить в отделении? Они могут получить в наших территориальных органах, в наших клиентских службах. Мы уже третий год занимаемся программой компьютерной грамотности пенсионеров. Мы очень активно во всех районах и городах проводим обучение пенсионеров. То есть со всех АЗОВ, начиная от того, как включать компьютер, заканчивая тем, как работать в личном кабинете на портале государственных услуг или на сайте пенсионного фонда. Тоже очень востребованное, скажем так, мероприятие. И эту работу мы продолжим и в 2017 году. И, наверное, спектр услуг тоже будет постепенно расширяться, которые можно будет получить. Безусловно, да. Мы сейчас оказываем 18 государственных услуг. И сейчас половина из них может быть реализована вот именно посредством электронного обращения через интернет. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Спасибо.